Есть один факт, помимо тех, о которых я хочу вам рассказать, это то, что у меня очень скрипучий стул. Всем привет, ребята! Меня зовут Тарина Сильян, и я надеюсь, что концентрация желтого в этом видео не сильно вас будет отвлекать, или, я не знаю, не сильно раздражать. Мне все время нравится желтый цвет. Скорее всего, это связано с тем, что солнышко к нам на Урал заглядывает, я не знаю, раз в день по 5 минут. Серьезно, у нас очень пасмурно, у нас дикие просто постоянные дожди, я не знаю, что с этим делать. Не только Ваня Сигрет, что я очень давно не снимала видео и появляюсь на Ютубе я. Ну, давайте на чистоту, очень редко. Поэтому сегодня я решила познакомиться с вами, можно сказать, поближе и рассказать вам таких 20 странных и рандомных фактов, которые бы вы мне 100% не знали. Ну, я, в всяком случае, надеюсь. И вот тоже, на самом деле, я такой странный человек, что у меня половина фактов написана на телефон, а половину я записала в блокнот. И да, давайте начнем это видео. Моя любимая группа — это Imagine Dragons и вот эти вот два альбома. Последние, наверное, полгода я слушаю чисто на репите. Если честно, то эта группа и в особенности некоторые ее песни вывели меня из, можно сказать, начинающейся депрессии в свое время. Я не могу засыпать в комнате с открытой дверью. Я не знаю, с чем это связано, но, честно, даже если я в квартире или в доме одна, мне всегда нужно закрыть дверь. И, в принципе, когда я нахожусь в комнате, я люблю, чтобы дверь была закрыта. Вот даже сейчас вы видите, она у меня закрыта, и, наверное, 90% нахождения моего непосредственно в комнате, дверь всегда закрыта. Серьезно, даже друзья ему удивляются, я не могу ни спать, ни просто сидеть в комнате с открытой дверью. Я не знаю. Помнится в своем видео «50 фактов обо мне»? В прошлом году я говорила вам о том, что я ненавижу русский рэп. И так, думаю, было до поры до времени, пока я не познакомилась с такой прекрасной девушкой, как Настя Никитина. И я должна вам признаться, я действительно теперь слушаю некоторые русские песни, и они даже есть у меня по-вести. Но английские песни все равно самые лучшие. Однозначно. Я настолько люблю такого актера, как Эйса Баттерфилд, что на Новый год одна моя подруга подарила мне, чтобы вы понимали, коллаж с Эйсой. То есть тут я и Эйса. Вместе. Хоть где-то. У меня появилась какая-то странная летняя традиция, но последние три года, где-то в начале или в середине июня, я пересматриваю все сумерки. Я не знаю, с чем это связано и почему именно летом. Но не осуждайте, я люблю сумерки, серьезно. Я отношусь к тому типу людей, которые очень не любят, когда трогают их волосы. То есть вы знаете, есть люди, которые прямо кайфуют, когда их там расчесывают или заплетают. Я же вообще наоборот. Я серьезно, когда меня кто-то заплетает, для меня это превращается прямо в какую-то пытку и моральную, и физическую. Я не знаю, что с этим делать, но вот такая у меня есть странная особенность. В данный момент я пересматриваю все фильмы Marvel прямо по хронологии, и я от этого безумно кайфую. Прямо сейчас я занимаюсь тем, что я полностью расхламяю свою комнату. Поэтому в скором будущем вас ожидает серия видео, где я буду рассказывать о том, как я разобрала просто полностью свою комнату. Вас ждет видео о косметике, которую я или выкидываю, потому что она мне не понравилась, или же очень понравилась, поэтому это пустые баночки. Также я хочу полностью вместе с вами разобрать гардероб, так что если вы хотите подобное видео, то напишите в комментариях. И напишите, пожалуйста, если вы знаете, то как я могу назвать серию таких видео. То есть прямо эту рубрику, где я буду вам рассказывать о том, как я, ну, расхламляю, можно сказать, свою комнату, избавляюсь от ненужных вещей. В общем, если вы знаете какое-то интересное название, то напишите мне об этом, пожалуйста. Несколько месяцев назад я узнала о том, что у меня оказываются какие-то проблемы с тазобедренным суставом. Иногда такое бывает, что я могу просто идти, вдруг вот так вот у меня щелкнет сустав, и я начинаю хромать, потому что мне тупо больно идти. Я не знаю, понимаете вы это или нет, но даже вчера, например, я встала с кровати очень резко, и у меня как-то бы щелкнул сустав, и я просто минуту не могла нормально идти. И единственный диагноз, который мне поставили, это то, что я еще взрослею, и у меня растут кости. Иногда это мешает мне нормально ходить, но, впрочем, нормально. Я очень сильно обожаю небо, особенно, когда это закат. Я серьезно могу просто идти с собакой гулять, к примеру, или даже идти по городу, и если я увижу красивое небо, красивый закат, я могу просто поднять голову и ни о чем уже не думать, просто любоваться. Серьезно, я могу час смотреть на небо, и мне это не наскучит. Мое настроение всегда напрямую зависит от солнца, именно поэтому, если целый день такой очень пасмурный, солнца вообще нет, то, скорее всего, я буду ходить такая же. А если весь день светит солнце, даже не важно, тепло или нет, я уже буду очень такая веселая и энергичная, потому что, серьезно, я как растение, я нуждаюсь в солнце. Каждый день. Это для меня очень важно. Вот это вот действительно странный факт. Насколько бы я не любила солнце, в прошлом году у меня была аллергия, не поверите, на солнце. Когда мы были в Италии, у меня серьезно была аллергия на солнце, то есть у меня вот вся кожа на руках, на груди вот здесь вот, она покрывалась какими-то такими странными красными пятнами, которые очень сильно чесались. Я просто только надеюсь, что в этом году у меня не будет аллергии на солнце, потому что мы поедем на целый месяц, я не скажу куда, но в очень солнечное место, и я буду просто молиться, чтобы у меня в этом году опять не случилось аллергии, потому что я не могу без солнца. При моем росте 168, примерно 170 сантиметров, у меня размер ноги варьируется от 35 до 36. Когда я говорю по телефону, у меня дико детский голос, который совершенно не похож на мой голос вживую, и из-за этого мне иногда бывает стрёмно говорить по телефону, особенно за не знакомыми людьми. Потому что у меня такое ощущение, что не думаю, что у меня 12 лет. В детстве я была диким аллергиком, у меня вся кожа была в каких-то почесах, в каких-то там раздражениях, вообще из-за всего тупо. Сейчас, в принципе, я уже этим не страдаю, но тем не менее у меня есть аллергия на киви. По-моему, на все вещи, которые я люблю, у меня аллергия. У меня очень странный цвет волос, он такой неоднородный, можно сказать, и люди незнакомые, они часто думают, что у меня мелирование. Когда я выгораю, у меня становятся очень такие прям светлые волосы. И зимой, когда они отрастают, ко мне систематически подходят люди и спрашивают, Арина, ты что сделала амбре? Арина, ты что мелировалась? Но нет, у меня просто корни, они темнее, чем волосы, которые выгорают. Это такой довольно странный факт, ну, как, собственно, и все остальные, но мне дико нравятся розинки у людей на лице. Я не знаю, с чем это связано. Ну, серьезно, когда я вижу парня или девушку с розинками на лице, особенно, когда их очень много, они такие красивые. Серьезно, вот в моем понимании, это просто самое красивое в жизни, когда у человека много розинок на лице. Но у меня лично не одной. И то же самое мне от ни одного родимого беда. Я, если честно, не очень люблю многолюдные места, и это не связано с тем, что у меня какие-то панические атаки, или я социофоб, нет, просто когда очень много людей, они меня начинают раздражать. И именно раздражать тем, что они прикрывают мне дорогу. То есть я не могу пройти прямо, я должна обходить людей, всех постоянно, они вытешат своими лицами, и они меня начинают из-за этого раздражать. И самый последний факт, это то, что я не ем сахар. Я не ем сахар уже примерно один или два месяца. Ну, да, примерно два. И честно, за это время у меня абсолютно перестроились мои рецепторы. И вообще, если вам интересно узнать о моем питании сейчас, о каких-то рецептах и так далее, то напишите мне обязательно внизу в комментариях. Я сниму на такое видео, потому что мне самой этого хотелось. Тем более сейчас лето, куча фруктов. Но, да, я не ем сахар. Я считаю, что это дико не полезно. И никогда больше не планирую возвращаться к тому, чтобы я сахар. Так что, да, это были все 20 фактов, которые я сегодня хотела вам рассказать. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, понравились эти факты. Надеюсь, что вы их обо мне не слышали, потому что я не припомню, что я вам их рассказывала. И в комментариях я жду от вас два или три странных факта о себе. Мне будет очень интересно почитать. Все ссылки на мои социальные сети будут внизу в описании этого видео. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что я там часто выкладываю всякие истории о моей жизни. И, конечно же, мне будет очень приятно, если вы подпишитесь на мой канал. И щелкните на колокольчик, так как вы не пропустите ни одно мое видео, которое я выкладываю теперь достаточно часто. И все. Спасибо вам огромное за просмотр. Я вас очень сильно люблю. Пока-пока. Пока. Не дотягиваюсь. Субтитры сделал DimaTorzok